Добрый вечер! Информационная служба телерадокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Побловец. В Мазырске район, другий год запор, занесенный на республиканскую дожку гонору, як пероможца споборництва у сферы социально-экономичного развития. Сегодня на пытании слуха от шоу, промым эфиры радиостанции «Гомель-Плюс» отказывал старшиня Мазырского райвыконкама Евгена Даменко. Царот пероможца у республиканского споборництва у номинации «Будовництва» открыто акционерное товарыство «Мазырский домобудовничий комбинат». У номинации «Сельская господарка», «Державное предприемство», «Саугазкомбинат», «Зара». Открыто акционерное товарыство «Беларусь-Кабель» у номинации «По экономии энергоресурсов». В отповедности с решением Гомельского областного выконавшего комитета 19-го кроссовика 2016 года на дожку гонору Гомельской области так само занесены. В номинации «Лепшая промысловая организация» открыто акционерное товарыство «Мазырский надтоперопроцовший завод» и открыто акционерное товарыство «Мазыр-Соль». В номинации «Лепшая организация газовой господарки», «Вытворшее управление Мазыргаз». В номинации «Лепшая организация сельской господарки» державное предприемство «Саугазкомбинат» «Зара». Тяжелее удержаться, но я могу сказать, что за 2014 год наш район занесет также на Республиканскую доску почета. Мы удержали свои позиции и приумножили их. И сегодня самое главное – это работа, это производство продукции. Не ради производства продукции, а самое главное, чтобы эта продукция была качественна и снижение затрат на ее производство. Вот над этими слагаемыми работают наши коллективы и предприятия. В первую очередь это модернизация предприятий, инновации, инвестиции. Если продукция будет качественна, дешевле стоит, то она будет востребована и в Республике Беларусь, и за ее пределами. Протягиваются встречи делегатов 5-го Усебеларусского народного схода с працовными коллективами. Местом черговой размовы стала Гомельская и Рынинская гимназия. З работниками установы адукации встретились одразу четыре делегаты. Депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Олена Остапюк, предприниматель Алексей Троцяков, урач областной психиатричной больницы Рустам Ляуковский и старший инспектор Новобелевского отдела внутренних справ Сергей Жуков. Як было отзначено на початку сустречек, кожный беларус повинен ведать близкую и далекую перспективу развития краины. Минавито про это и шла разнова. Гости огучили педагогам основное положение черговой пятигодки. У приватности до 2020 года в нашей краине плануется вернуть рост экономики. На 10% повысить реальные грошовые доходы граждан, знизить ставки по кредитам до 9-11%. Так само у беогучих пятигодцов треба створить полноценный электронный урад, поширить выкористание сучастных технологий у школах. Планируется в этой пятилетке обеспечить беспроводным интернетом все учебные заведения школы Беларуси. И для составления учебников, чтобы лучше воспринимались и решались, учебники должны составляться не академиками, а именно учителями школ. Пытание на рахтовки других материальных ресурсов зараз в острове стоит не только перед регионами, а и перед краиной в целом. А вырешить его может допомогнуть каждый из нас. Как это сделать? Отказ шукали на сегодняшнем посаджении Гомельского гарвы конкама. Под обязанности у Марины Северьяновой. Зараз на ура, те, кто сдевится, коли на работе, в школе, альбо навод в детячем садку, вас попросить принести макулатуру. В опошние годы это особливо расповсюджено. По-перу, сбирают и окажутся всей громадой. Для никого это не совсем взручный обовязок. Некто ж займается такой корыстной справой, навод за зартом. Ну, те складаны, например, завести особный пакет для сметки, в котором можно складать только макулатуру. Коробку одосянки, те списаны в Ушневский сшиток. А потом отнестся в специальный контейнер. Их у Гомеля около трех тысяч. Все лет изъявится еще омаль две сотни. Это просто для каждого из нас. А вот заводская сортировка твердых бытовых отходов – процесс совсем непростым. Существляется сортировка коммунальных отходов и дальнейшая доработка для технологического сырья на экспериментальном сортировке в гимном механическом заводе бытовых вторичных ресурсов в городе Гомеля, где происходит сортировка отходов повидок. За пять месяцев 2016 года обеспечено извлечение порядка 25,4% или 5,9 тысяч тонн ВМР из последующих 23,2 тысяч тонн коммунальных отходов. Для сравнения, могилющее процент извлечения составляет 11,6%, в Бресте 16,5%. А кроме того, как нагадать об необходности сбора макулатуры, проводятся конкурсы и акции. Например, помеж классами и навыц школами. Стать лепшим у навучальной установки классам по сбору паперы – это для детей особливый гонор. Як вядомо, кроме спортивного интереса, организаторы не забывают и об материальном захвачивании переможцев, и не глядяши на разнастайные меры, до необходных тонн яще далека. Проведенные мониторинги издевили. Некоторые организации не отримали распоряджение сбирать макулатуру. И другие при мать уделу этой справе у Воголя отмывались, а широк нерехтовочих предприятий продавал другасные материальные ресурсы за мяжу. Следует отметить, что отдельные предприятия частной формы собственности выявлена недобросовестная работа. Так, Туник, работая с крупными торговыми объектами, Юнифуд, Ауни, Укуатуру, поставляет не перерабатывающие предприятия на республике, а за пределы республики Беларусь, что тем самым влияет на невыполнение его заказов. На неоднократные указания ситуация не изменилась. По такой же схеме работала и в Торматериалы-1, которые забирали макулатуру у Белый Велизден и в ПАП. В результате проведенных переговоров на выездном мониторинге Белый Велизден расторгли договор с Торматериалы-1 и по результатам тендера заключили договор с ООО «Мусорсор». Як вядома, паперовая продукция, якая вырабляется с другостных материальных ресурсов, больштанная, экологичная, чистая. И не треба забывать, что при отказном подходе данной рыхтовки макулатуры и раздельного сбора сметки у всех нас, от школьника до керавника, мы сбережем самый каштоунный ресурс Беларуси – наши лясы. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телера, ДО «Компания Гумель». Комитет для контроля летом традиционно проводит проверки якости харчевания в школьных оздоровленных лагерах. В этот раз у поля зроку контролюющего ведомства трапили детячие установы Гомельского района. Як показала проверка, у лагерных столовых притрымливались не у всех нормов. Часом стравы на столах детей были легче не обходных. Часцы кухонного персонала у них опала от поведной адукации и в опыту. И, як выник, не за все до выконывалась технология приготовления ежи. Наказание, прежде всего, понесут повара, которые допустили недовложение в готовые блюда, пищевых продуктов. Это административная ответственность. Штраф начинается от 10 базовых. Будут наказаны юридические лица, в подчинении которых находится данное оздоровительное учреждение. Также нами направлены письма в Гомель Энерго и Гомельское отделение Белорусской железной дороги о принятии мер по наведению порядка в этих лагерях. Праца депутатского корпуса Гомельшины николи не обмажовывалась только законотворшим процессом и за все дымила выразную социальную накерованость. До депутатов идут с масштабными пропановами и своими житевыми проблемами. Увы, никого решения знаходят пытания как конкретных граждан, так и целых микрорайонов. О работе депутатов на одном прикладе расскажет Ганна Ковалева. Сесть всей семьей за один стол у нас такого понятия нет, потому что места очень мало и буквально получается, что мы с мужем кушаем в одном месте. Половина детей здесь, только трое могут сесть за стол здесь, и половина детей кушают в комнате. Дина Шараева показывает свою невеликую жилплощу. Восьмерок с детьми и мужем я на живе у двух покоевой кватеры, до заявления, какой жилье доводилось издымать. Тут же жемодетная семья от улицы Апошней шесть годов. В 2014-м Шараевы подали документы на отрывание льготного жилья. Правда, в этой весной рух Чарги практически спынился. Зрушить ситуацию с месяца допомог депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь, пятого скликанья, член постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олег Левшуну. И литерально просто два месяца шмодетная семья отримала духа чака на подарунок. Я хочу принести огромную благодарность Левшинову Олегу Федоровичу, его команде. Искренне спасибо. Ну, конечно, уже все. Уже можно с надеждой смотреть в будущее, понимать то, что государство является гарантом для многодетных семей. Двух и трех покоевые кватеры в этих домах по улице Жамчужная уже чакают своих новых господаров. Ключи от жилья Шараевы отримают уже в Жнивне. Дорогие, люди, которым в свой час допомогли депутаты, не за все дозвертаются за этим сами. Частяком инициатива заходит сверху. Так отбылось за ассоциацией семью и детей-инвалидов с ДЦП и патологиями спинного мозга, члены, которые не просили в допомозе, но имели потребу ее и не чаканно для себя все же ее отримали. Семья Сорока Никиты получила вертикализатор. Это приспособление для ребенка, который не может самостоятельно стоять. Семья Кадыш-Дари получила прогулочную коляску, которая для нее очень важна, так как девочка не передвигается самостоятельно, у нее очень тяжелая четвертая степень поражения здоровья. Благодаря этому мама может вывести ребенка теперь на прогулку. В Ирошине знаходят проблемы не только конкретных людей, а и целых микрорайонов. Так завершить в удовництвах этой дитяшей поликлиники стало макшимом у самые короткие термины. Теперь медицинская установа для маленьких же хороу 17-го микрорайона Хомеля находится у кроковой доступности. Было очень неудобно, потому что мы относились к поликлинике, которая находится на Победе, естественно, добираться было не очень удобно, так скажем. Сейчас, конечно, намного лучше. У нас педиатры замечательные, мы очень довольны, нам повезло. Меня поддержали избиратели, доверили. Я стараюсь оправдывать, как депутат Палаты представителей, то, что давал наказ в своей программе. И мой слоган, он был, он и остается. Слово держу, дело делаю, слышу людей и работаю для людей. Ганна Ковалева, Яугин Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Размова с депутатом Палаты представникова национального схода Республики Беларусь Пятого скликания, членом постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Олегом Люшиновым пойдет завтра в программе «Дыялог». Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 18.01.50 хвилин. Свои пытания вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфира у Гомеля В Гомельской области уже другой год реализуется новая форма занятости детей в летний период. Оздоровленшие пляцовки працуют при каждой школе, у дворах густонаселенных микрорайонов, а так само в господарках и для сельских домов культуры. Как организована такая праца, высветляли наши корреспонденты. Летняя оздоровленшая пляцовки – это новая форма работы, которая реализуется в Гомельской области. Кировництво школы распроцовывая график отпускаута, как каждый вечер педагоги займались с детьми на спортивной пляцовце. При жадании можно погулять в Ильей-Болте, провести соправданный футбольный турнир. Необходный инвентар детям выдадут педагоги, а это, как правило, наставники физкультуры, займаются подрыхтокой усих спортивных забав. Если брать три часа вечерних, которые мы конкретно говорим, то, я думаю, что 200-250 человек за эти три часа у нас проходят. Но большое количество детей, конечно, приходит и в дневное время. Родители приходят с детьми. Для педагогов это додатковый заробок. Для детей максимум весело провести час и батьки не супрыть. Наоборот, выпускают. Иди лучше на улицу погулять, чем дома сиди. Ну, свежим воздухом подожать – это очень полезно. Прыгаем, бегаем, катаемся. Подтягиваемся, отжимаемся, прескочаем. В городе дети сбираются шастей за усел, школьных дворах, густонаселенных микрорайонов, у сельских населенных пунктах – на школьных стадионах и пляцовках для сельских домов культуры. В этом году мы расширили этот формат и подключили сельские населенные пункты с подвозом детей в центральную усадьбу. Там, где нет учреждений образования, совместно с нашими коллегами с учреждений культуры, спорта, организовываем такие площадки по месту жительства для того, чтобы занять детей именно в сельской местности. Такие здравленшие пляцовки працуют все лето. Яухин Пабалавец, Настасья Кучинская, Максим Славин. Телерадоя компания «Гомель». Выпускники учебного центра Министерства внутренних справ Республики Беларусь, якея будуть проходить службу на территории в области, сустрелись с Керавництвом управления внутренних справ Гомельского облаканкама. Перед отправкой у своей подразделения яны отримали каштовные парады и рекомендации. Усяго шереги областной милиции пополнять 11 супрацовников. Керуньки управления внутренних справ Гомельского облаканкама упевнены, что в будущем каждый из присутных станет справедливым профессионалом. К этому будут садейнышать больше опытные коллеги, якея обовязково поделятся с молодым пополнением своими практичными ведами. Так само выпускникам учебного центра пора или николе не спыняться над досягнутым, а завсёды мкнуться профессийно развиваться. Глаза горят у сотрудников, есть желание. С нашей стороны, со стороны кадровых подразделений, мы постараемся обеспечить их плавный вход в коллективы, постараемся обеспечить и решить вопросы проживания, оказать помощь при вхождении в должность, закрепим наставников. Котка станут себя дома, переможцами областного этапа республиканских споборностей по футболу «Скоранный мяч» у старейшей взрослой группы. Турнир проходит на стадионе с Дюшар-8. Не так давно вызначилися команды, які представят Гомельскую в область у республиканским финале у молодшей и середней у взрослых категориях. Зараз настала черга хлопчиков 2002-2003 годов народжения. У дельнику поделили на две группы. У группе городов споборничают 9 команд, у группе районов 11. Переможцы сгуляют помеж собой в суперфинале. Команда, яка станет мощнейшей и отправится на республиканский финал «Скораного мяча». Ён отбудется у вересни, а саблевость турниру у дельники не повинны займаться футболом у специализованных секциях. Гэта споборництва завсюду выкликает великий интерес у дятей. И проблем с тым, каб собрать команду, нема. Гэта иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтом выпуск завершенный. У студии працывал Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.